Уважаемые участники конференции, я не буду говорить о научной терминологии, потому что я не научный детал, но я скажу простым словом, как важно сегодняшняя конференция. Скажем, Беларусь достиг огромного развития первых 10 лет жизни ребенка. У нас доступ к образованию, доступ к здравоохранению, один из хороших уровней в бывшем Советской Республике. Но, когда мы переходим на вторую декаду, у нас возникает очень много вопросов. Наши недавние исследования показали, что 138 тысяч подростков уязвимы. Это является 19% почти каждые 5. И то, что мы сегодня будем говорить о родительстве, когда традиционально говорится, что родительство это нужно только для маленьких детей. Но, конечно, у нас есть большие проблемы в ответственном родительстве для маленьких детей, потому что мы знаем, как происходят несчастные случаи, травматизация и так далее. Но то, что для подростков нужно особое внимание, это порой мы забываем. Но я просто... у меня есть 13-летний подросток дома. Я теперь даже хорошо понимаю, как это важно, что самому подойти к нему и попробовать наладить отношения. Потому что недавнее исследование показывает, что отношение к отцу особенно очень тяжелое. Три раза больше, чем с мамой. Но важно то, что у нас нужна полная ответственность и взаимопонимание. Этот вопрос не только белорусский. Этот вопрос является глобальным масштабом. Но, к сожалению, в Беларуси сегодня у нас каждый третий ребенок живет не в полной семье. То есть с одной родителей и в основном 90% это с мамой. То есть у нас есть... вот мы говорили о институте семьи. Беларусь является очень большим адвокатом. Лоббирует даже в международном масштабе, даже на площадке в МИСЕФА. С именными ценностями. Беларусь лидирует группой друзей на нашем исполнительном комитете. Но это все очень хорошо. Но я думаю, что нам нужно действительно найти такое понимание среди родителей, что подростки не должны прийти и просить помощи. Потому что это возраст. То есть наука заказывает, что у них есть своеобразный стиль жизни. И тем более сейчас, в современном мире. Наверное, не случайно, что в соседнем зале у нас происходит другая конференция на технологии 5G. Представляете, какой связь. Это не сделано так умышленно, но так получилось. Но это, наверное, показывает, что технология сегодня диктует жизнь подростков. Это я не говорю к сожалению, к счастью. Потому что без технологии нет развития для жизни даже нашей, но подростков тем более. Я очень рад, что сегодня мы собрались здесь, участники 10 стран. В течение следующей, сегодня и завтра, будет, я очень надеюсь, очень полезный обмен опытов. Очень полезный обмен технологий. И до конца завтра, я очень надеюсь, что у нас будет, как мы говорим, way forward, как мы посмотрим на будущее. Дорожные карты. Я желаю нам всем удачной работы в этой конференции. Моё благодарность всех участников и партнёров нашего института философии, академии нового. Это организация родителей и наших подростков, которые у нас сегодня. Они расскажут нам, как с ними работать более удачно. И всем вам, участникам. Большое спасибо.